Папок-то хватает вам? Будьте любезны, консантин Георгич, нет тут банкет, вы задерживаете А это Юрий Павлович, председатель, сходя на Василию А это Юрий Павлович, сейчас я конечный ответ А, ну конечно, конечно, я вас верю, прекрасный ответ Никого не виделись, тут два каких-то иностранцев должны приехать Есть, нет, нет Давай, пойдем Здорово 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Монографические работы, среди которых надо отметить монографии Пальцева, Восточника, Затравкина, истории преподавания на медицинском факультете Московского университета, монографии профессоров Васильева, истории педмологии, академика Бакерия с авторами по истории сердечно-сосудистой кирургии, профессора Мирского по истории кирургии России, Виктор Стерчан, истории педиатрии, Гераминского по истории здравоохранения Москвы и медицинской этики, книгу Греку и Горького, медицинский Петербург и многие другие. Следует всячески приветствовать первые попытки анализа развития медицины XX века, осуществляемые под руководством академикой нашей академии Юрия Павловича Лисицына. Совершенно по-новому теперь и ведется к преподаванию истории медицины Московской медицинской академии имени Сельчинова, которую мы как-то больше привыкли называть первым Московским медицинским институтом МИФ, создана первой в стране в кафедре истории медицины и культурологии, отметившей недавно десятилетие своего существования в новом качестве, когда эта история медицины и культурологии. Успешный опыт ее работы послужил основанием для создания подобных кафедр в других медицинских вузах страны для значительного увеличения объема преподавания и резкого улучшения его качества. Там, где нет кафедр, там преподается история медицины в целом ряде других специальностей, в частности на кафедрах социальной гигиены, организации здравоохранения. На наших глазах происходит возражение интереса к истории. Этот интерес не попытка уйти от современности, укрыться от нее. Для того, чтобы разобраться в нынешнем положении вещей и ориентироваться в мире, необходимо обрести прочную опору в прошлом, близком и далеко в отечественной мировой истории. Человек-гражданин, который из нее яснее ощущает личную ответственность и причастность к ней, ответственность за происходящую собственность в стране и в мире. Понять сами в себе свою профессию можно лишь в исторической перспективе. Порт-комитет предложил программу по анализу актуальных проблем в развитии медицины, в том числе и медицины XX века, старые и новые теории медицины, опыт отечественной и советской медицины, преподавание этого обязательного вообще вуза страны предмета, этапы истории военной медицины и другие важные вопросы. Арткомитет съезда и президент конференции историков медицины и прежде всего президенты этой организации, академик Лисинца, академик Сточин, генеральный секретарь профессор Журавлева и другие коллеги, проделали большую подготовительную организационную работу и, я надеюсь, съезд пройдет успешно. Хочу поблагодарить организаторов съезда, а также ректора Московской медицинской академии, академика Пальцева и его помощников, прежде всего проректора Грачева, заведующего иностранным отделом Академии Людмилу Владимирову Михееву, за предоставление необходимых условий съезда здесь, в помещении научного центра Академии. Надеюсь, что Арткомитет поможет делегатам и гостям съезда, помимо участия наручной программе, ознакомиться с достопримечательностями Москвы и ее окрестностей. Еще раз позвольте пожелать успеха съезду и пожелать всем здоровья с учетом тех исторических данных, которые будут приняты и оглашены на этом съезде. Всем больших успехов, счастья, здоровья, благополучия. И помните, что мы входим в новый век, в новый век входим с новыми представлениями, мы входим с новыми заботами. И не надо думать, что это будет легкий путь, он будет тяжелый, может быть даже не менее легкий, чем предшествующие десятилетия, потому что идут преобразования в стране. И знание нашего прошлого, нашей истории должно побуждать нас к новым свершениям, побуждать к новым устремлениям. И роль историков медицины в этом чрезвычайно велика. Будьте счастливы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо вам, уважаемый Владимир Владимирович. А сейчас позвольте представить с приехавших в Афганске и в Афганске. Мы еще ожидали, что с руки приедут, чем сегодняшнего и завтрашнего дня. Наши почетки и настравлены гостей. Но прежде всего, как я уже сказал, президент Международного общества представителя господина Трико и его супруга. Дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Джейлен Гайин, США Америки, вице-президент Международной организации. АПЛОДИСМЕНТЫ Милатин Апостова, президент Ангарского общества. АПЛОДИСМЕНТЫ Международного исполнительного комитета. Бенка Иванов, который вместе с ним приехал, известный историк Владимир Владимир Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ Дальше. Сурдикас Юлис из Латвии. Мы его прекрасно знали. Какой он рассказал, он наш. Нил Сари, Турция. АПЛОДИСМЕНТЫ Где она? В России, что я боялся женщина, которая была президентом предыдущего Международного конгресса, историков и медицина, может быть, самого большого в Эстонии Международного общества, которое собрало всего 1200 делегатов. Не то, что наш скромный конгресс. В Турции мы ее благодарим за внимание как всем делегатам, в том, что наша делегация из России. И Хонти Йозеф. Хонти Йозеф уже сюда живет. Как историограф он продемонстрирует фотографии всех за последние годы, за последние 50 лет Международных конгрессов по истории Международного общества. Без моего историография нашего Международного общества была бы неполной. Но, по-моему, все, кто на сегодняшний день присутствуют здесь при открытии общества. А сейчас, позвольте, продолжить наши работы и попросить гостеприца приветствия. Отделение этого учреждения, в стенах которой мы находимся, в Московской медицинской академии имени Ивана Михайловича Сельчинова, к сожалению, как и сказал ректор, вызван министром, выступает проректор Минибайев Талгар Шайд-Лудинович. И, пожалуйста. Глубоко уважаемый президент Российской Академии Медицинских Наук, глубоко уважаемый президент Конфедерации Историкой Медицины, глубоко уважаемые участники съезда, я хотел бы начать с маленького уточнения, что как ректор, так и проректор по научной работе в настоящее время действительно находятся в правительстве, участвуют в решении важнейших вопросов, и я представляю нашу академию в рамке заместителя директора по научной работе научно-исследовательского центра Московской Медицинской Академии. Мне приятно выполнить поручение руководства Академии, прежде всего ректора Академии, академика Пальцева Михаила Александровича, проректор по научной работе, член-корреспондент Российской Академии Медицинских Наук профессора Сергея Витальевича Крачева, пожелать вам, участникам этого съезда, второго съезда, успешной работы в стенах нашей Академии. Московская Медицинская Академия имени Ивана Михайловича Сеченова это крупное учебное, научное и лечебное объединение и достарейшее высшее медицинское учебное заведение Российской Федерации. Академия на протяжении всей своей истории имела и имеет крупные научные школы по основным направлениям фундаментальной клинической и прикладной медицины. Мы очень бережно относимся к нашей истории, к нашим традициям. История медицины – это важнейший источник воспитания молодого поколения ученых и преподавателей высшей медицинской школы. В нашей Академии самое пристальное внимание уделяется изучению истории медицины и культурологии. Большой вклад и новый качественный скачок в развитии истории медицины, сделанный именно в последние годы соответствующим отношениям и трудами ректора нашей Академии Академика Пальцева, как справедливо отметил он, уважаемый Валентин Иванович, и руководители кафедры истории медицины и культурологии нашей Академии Академика Сточек Андрея Михайловича. Мы, представители Академии Московской медицинской Академии Михайловича Сеченера, находимся в преддверии празднований 250-летия нашей Академии. Это еще один повод, чтобы придать должное прошлому опыту славным традициям наших ученых и специалистов. Позвольте пожелать участникам второго съезда Конфедерации историков медицины в нашем здесь уютном помещении в синем зале успешной работы. Спасибо. Позвольте попросить выступить с приветствием доклад переди профессора Трико, президента Международного общества и спариков в пункте. Продолжение следует... Продолжение следует... Это говорит о прекрасных отношениях между вашим обществом и нашим. Это также говорит о том, что вы вовлечены в работу международных сообществ, которые находятся в 50 стран мира. Наиболее одной из важных забот сегодняшних дня является состояние истории медицины в будущем. Мы должны заботиться о том, чтобы история была жива не только в прошлом, не только атичная медицина, но и те события, которые происходят в последнее время. Таким образом, тема ваших докладов. Медицина в период социализма и здравоохранения 20 век медицины также является очень важным и прекрасным, то что вы их обсуждаете. Использовать старые и новые теории медицины, это не простая задача, но это хороший метод, чтобы проверить, если заявление право, что медицины были учены из прошлого. Изучение истории медицины и изучение тех событий, которые происходят в настоящее время, это та задача, которую решают врачи. Иногда мы подвергаем сомнению. И очень часто многие вещи зависят от состояния этики в медицине в каждый конкретный период. Как мы можем поддерживать будущее нашей дисциплины? Путем того, что мы преподаем историю медицины. Вопрос заключается в том, что количество печатных материалов уменьшается, количество печатных журналов тоже, и на ведущий уровень уходится и передача информации при помощи электронной почты. Другой метод – это создание медицинских музеев. Это то, о чем я буду говорить через некоторое время. Но сейчас я желаю вам всего хорошего. Спасибо. 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 Это такой конгломерат информации, который, по данным наших науковедов, обнимает не менее 80% имеющихся знаний и практических клавиков медицины. Поэтому никто еще, я видимо нахал, простите, сам тебя обзываю, никто еще не осмелился дать общий очерк достижения медицины 20 века. Я проработал все имеющиеся учебники и иностранные, и отечественные. Они все кончаются новым временем. А новейшие начинаются с начала 20 века. В лучшем случае говорят о Симашко-Славьёве и о каких-то общих материях. И я впервые попытался выделить узловые моменты. И не с меня я плохо себя чувствовал. Узловые моменты, объединяющие направления различных дисциплин, различных школ, различных ученых. То есть я иду не по трем традиционным разделам. Профилактическая, теоретическая и клиническая медицина. А в узловых понятиях. Вначале очень коротко и даже читать не буду те геополитические изменения, которые определили развитие всего нашего общества, в том числе и медицина, в последнее время идут мировые войны и взрыв народонаселения стать на сегодняшний день по последнему сообщению. А я как эксперт ВОЗ получаю, спасибо, получаю сведения. На сегодняшний день в мире на земном шарике имеют место 6,4 миллиарда людей. Уже не 5,5, а 6,4 десяток на начале января этого года. Так что взрыв народонаселение с одной стороны, как здесь в одной из слайд показано, в развивающихся странах продолжается и составляет 2,5 процента прибыли в 120 из 200 государств каждый год, а остальных 80, которые себя гордо относят к цивилизованным странам всего, ну от силы полпроцента. А в 16 странах, я занимаюсь этой проблемой профессиональной, имеют место депопуляция, то есть смертность помешает рождаемость и самые, к сожалению, катастрофические цифры депопуляции в нашей стране. По данным на 1 января этого года, эти сведения еще не опубликованы, разрыв между смертностью и рождаемостью становились 7,3 десяток. Это почти рекорд Гиннеса. Ни в одной стране мира нет такого большого разрыва между растущей смертностью и сокращающейся рождаемостью. Здесь я представляю и другие, так сказать, геополитические процессы, которые имеют общий интерес, в том числе решение продовольственного кризиса, деятельность международных программ. Я думаю, это не так интересно, гораздо интереснее коснуться ближе вопросов медицины. Названные другие геополитические, социально-экономические, демографические и иные факторы, о которых много пишут и которые имеют общее значение, и мы все о них прекрасно освердлены, имеют самые непосредственные, иногда буквальные отношения к медицине. Например, до 91 года спорили, какой фактор, влияющий на народное население, на численность и состав населения имеет решающее значение. Даже в наших, в наших советских известных учебниках, в том числе учебниках по социальной медицине, были теории, которые говорили, что все-таки мы не доцениваем значение биологического фактора, от которого в конечном счете зависит и состав, и численность населения. Но вот глянула, так называемая, перестройка. Не потребовалась война, хотя война внесла, только позавчера были сообщены новые сведения. Мы до сих пор считали, что это было 20 тысяч жертв в нашей стране, потом эта цифра была увеличена до 27, а вчера в АИФе появились новые цифры. И я подсчитал, вместе, это около 50 тысяч и погибшего населения, и погибших воинов. Около 50 тысяч населения только в нашей стране унесла отечественная, в миллионах, конечно, унесла отечественная война. Конечно, все это не могло не скататься на состояние здоровья и на развитие здравоохранения в нашей стране. И я дальше хочу вам показать в виде узлов, 10, 8 узловых моментов, определяющих развитие медицины в 20 веке. Перечислять все дисциплины, а их много. Последняя сводка СИОМСа, СИОМС это международный центр, который сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения, и он ведет учет новых технологий, новых дисциплин и новых направлений. Так вот, по данным СИОМСа, за прошлый год можно насчитать, подумайте, 180 медицинских направлений и дисциплин к началу этого века. Если бы я их только перечислил, то представляете, каким бы длинным и скучным бы мой доклад. Поэтому я даже не стал еще раз повторять, делить их на три группы известных. Профилактика, клиника, теория, а выделяю важнейшие моменты. Главный момент, который определил развитие медицины конца 19-го, и все больше нарастая 20-го столетия, это внедрение новых технологий. Я обитал и закончил книжку вчера. Я закончил книжку «История медицины», где две трети содержали медицины 20-го века. Никто еще не пытался так, ну может быть самонадельно, как я это думаю, охватить важнейшие события не только 19-го, не только Гиппократа, не только Галена, но прежде всего 20-го столетия. Никто присутствует здесь уважаемый Сорокин, на который я ссылаюсь своим трудением, которая дала, с моей точки зрения, лучший образчик учебника по истории медицины. И, естественно, дала свою работу только до начала 20-го столетия. Я осмеялся продлить эту работу дальше. Так вот, важнейший момент, который определил успехи всех и клинических, и теоретических, и иных дисциплин, это развитие технологий. Я начал считать, и меня зашкалило за сотню. Я вот в своей книжке насчитал свыше тысяч сотни новейших технологий, начиная от открытия рентгена в 1898 году. Потом пошли радиологии и так далее, и так далее, и кончил последними техническими достижениями вплоть до генной инженерии и других. И так, развитие новейших технологий, которые обусловили развитие всех остальных и клинических, и не клинических дисциплин. Причислить их невозможно. Поэтому я только даю общий экзак, общий абзац. Следующее, на что бы я хотел обратить внимание, что обычно в учебниках не подчеркивается, а я здесь написал, открытие причин и теологии, подавленных многих, в том числе новейших заболеваний, определивших развитие нозологии, которые пока остаются ведущим направлением, прежде всего в клинике, затем в патогенической терапии и профилактике. Этой вирусной болезни сегодня их, даже я думаю, и наш уважаемый президент Валентин Иванович не назовет нам количество вирусных заболеваний. Сегодня известно 3,5 тысячи инфекционных и протестальных болезней из них больше половины вирусной природы. И с каждым годом открываются все новые и новые синдромы, симптомы и болезни вирусного происхождения. Но я назвал только СПИД, болезни геомеров, генетические другие. И здесь же, конечно, нельзя не сказать о выдающихся достижениях микробиологии. Но она была бы ничем, она была бы не тем, пусть вирусологи, иммунологи и микробиологи набежаются. Если бы не на лишней микробиологии, в том что статус с микроскопической техникой. Она позволила не только открыть новые классы вирусных заболеваний, но самое интересное, вместе с биохимиками, она позволила открыть новый класс, я, видимо, об этом буду говорить дальше. То, что мы еще в учебниках в 30-х годах называли защитными силами, новый класс защитных сил, без которых ни о каком нозогенезе или саногенезе или здоровье речи не может быть. На основе развития нейрофизиологии, патологии, прежде всего, я пошел дальше. Выдающиеся достижения теоретических дисциплин, учений Павлова, сырье, гомеостазы Кемина, этологических и экологических учений. Я их объединяю в один класс, поскольку они изучают организм как целый и его поведение в окружающей среде, то есть Лоренце, Тинбергене. И сюда же я осмелился, вопреки всем, так сказать, страхам присоединить великое учение Фрейда. Когда я изучал докторскую диссертацию и целую главу посвятил Фрейду, я думал, что меня просто исключат из партии, выгонят, потому что я не нашел крупных ошибок у Фрейда. Больше того, я доказывал, что его метод психоанализа получил всеобщее распространение и им пользуются большинство даже наших известных психиатров. Другое дело – теоретическое осмысливание, так называемое парапсихологии или, как сам Фрейд творил мета-психологию учения об ОНО, ОЯ и других структур психического. К этому можно относиться как угодно, и это, конечно, критиковали наши ученые, начиная с Сеченова. Кстати, Фрейд ни разу не упомянул ни Сеченова, ни Шеллингтона, ни Кэнона, ни Павлова, хотя это были его, собственно говоря, друзья, друзья по работе. Они действовали в одно и то же время. Зато Павлов и все остальные часто ссылались на Фрейда. В средах Павлов писал, мы с Фрейдом идем одним путем, только он зарылся и исследует процессы чуть ниже, а я изучаю высшую нервную деятельность, то есть деятельность коры и больших полушарей мозга. Фрейд в этом отношении писал, что до сих пор не создана наука о головном мозге, не создана наука психологии, и нужно принимать либо мой психоанализ, либо ничего. То же самое и так же категорично говорил в свое время Селье, который предложил свою общую адаптационную теорию и теорию стресс. Кстати, хочу заметить, что у нас получило распространение широкой против взглядов самого автора терминологии Селье. Мы говорим стрессорные состояния, а как распространены везде стрессы. 60% мужчин и 70% женщин по одной диссертации, я выступал оппонентом по так или иначе, переживая в той или иной степени состояние стресса. Не в растении, по контре и других состояний. Ничего подобного. Фрейд ругался. Последняя статья за месяц двое смерти, опубликованной в журнале ВОЗ, говорила, что не стресс, если это болезнь, а дистресс. Если это нормально протекающий стресс, как мы считаем физиологических процессов, то это эостресс. Вот именно надо говорить о дистрессе, как о его механизме, на базе которого развиваются патологические процессы всех и инфекционных, и не инфекционных, и других заболеваний, которые вызываются стрессорами. Этот термин также принадлежит Селье. Это общий адаптационный синдром. Кстати, Павлов немножко знал о Селье. Селье знал о Павле. И в своей последней книжке «Второе здание стресс жизни, стресс офлайн», стресс писал «Будущее принадлежит нервизму Павлова и стрессу Селье». Я думаю, что нам надо пересмотреть эти, так сказать, банальные представления об этих по-существу и великих деятелях. Дальше раз уж я заговорил об организме как единым целым, которое современной медицины позволило восстановить, Павлов еще в конце прошлого века говорил, что мы вместе с Сечиным, Михаил Ивановичем восстановили вместо половинчатого душа тела единые организмы. Это, несомненно, наша, русская, выдающаяся заслуга и психологии, и физиологии. И вот я думаю, что будущее предлежит медицине психологической. И здесь не только названные военной школы и исследователи, но и здесь то, что мы называем клинической психологией, то, что мы называем медицинской психологией. Кстати, я поинтересовался двумя последними учебниками, в том числе только что вышедшим в толстом доме медицинской психологии профессора, ну, из Афельского Ситрова, моего ученика, и был поражен. Там нет медицинской психологии. Я ему сказал, чего ты такие толстые книжки публикуешь? Там нет психоанализа, так как надо его разобрать, применить задачу в клинике, и не только психотреи. Там нет психокоррекции, как это делает Даневич, например, в своей книжке. Там нет психопрофилактики, как это делает Рыжок и все остальные. А там есть перечень основных понятий. Личность, раздражение, возбуждение, рефлекс. Но это же все списано с общих учебников общей психологии. Тем не менее, приходится радоваться тому обстоятельству, что только сейчас наконец вспомнили о том, что психология клиническая или медицинская, как бы ее назвали, опираясь на труды выдающихся физиологов и психологов. И действительно является знамением развития медицины XX века. И должна преподаваться, может быть, более доказательно, чем это имеет место в жизни. Я уже упомянул о защитных силах. Ну, я продвинутый. Мне несколько больше лет, чем большинство присутствующих людей. И я помню, как нас на биологии, на подфизиологии, пичкали проблемами изучения защитных сил. Но что такое защитные силы? Как она морфологически, физиологически демонстрирует себя? Ну, мы не знаем, ну, лучи гуревичи, допустим, это лучи. Они, конечно, действовали анестетические. Но не более того. Сегодня мы знаем более 300 ингредиентов, которые смело можем отнести к рангу защитных сил. В основном это белковые, пептидные образования, эндоморфины и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду свою эрудицию показывать. Но, конечно, самым подающим достижением, без которого сегодня не может быть ни одно сообщение, и которое сегодня дискутируется, является открытие структуры хроносомы и структуры гена. Мы почему-то связываем это открытие с двумя учеными, Крихом и Водциной. Это не верно. Еще за 30 лет до них приближение возможности раскрыть структуру гена дал тот самый пресловутый Морган, который мы критиковали. Наш ученый Кольцов, даже гигиенисты, Шатерник Фитопович тот знал о структуре. Но только в 50-м году, 13-го февраля, было сообщение журналистов, где сообщалось о раскрытии структуры ДНК и РНК. И с этого момента началась эпоха молекулярной биологии в виде конкретных достижений, а не общих фраз. Эпоха генной патологии, отсюда генной инженерии и других профилактических и лечебных средств. Дальше. Исходя из этих предпосылок, как здесь написано, доказательства не единства природы всех заболеваний, в том числе наследственных, на молекулярном уровне. Понятие молекулярной биологии было найдено впервые в 30-м году, но получило развитие только в 50-х годах. Признание и основание приоритета профилактические направления, формирование целевых профилактических программ. И я хочу подчеркнуть, о санологии. Наша медицина это понимает только сейчас, и даже в некоторых руководящих документах это отражается. Это не только патология. 95% всех теорий, всех концепций связаны с патологией. У меня вышла большая книжка «Теория медицины XX века. Это сплошная патология». Я только две-три теории нашел в меньших отношениях. Профилактические, а еще больше к санологии. Учение об охране здоровья и, прежде всего, здоровье и здоровье. Следовательно, важнейшим достижением медицины XX века является формирование концепции двух направлений медицины – патологии и санологии. На этом основании создание эффективных систем охраны здоровья и социальной защиты. Мы как-то забываем в истории медицины о том, что выдающиеся достижения подлежат и здравоохранению, как нормативной социальной функции медицины. Что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем четыре системы. Как бы мы к ним не относились, но мы-то их признали. Система государственного здравоохранения, система страховой медицины, система частной медицины и система смешанная. В разных странах они управляют себя по-разному, но дают определенный эффект. Создание и апробация международных национальных концепций и программ здравоохранения, таких как достижение в семье здоровья к 2000 году. Но на последней ассамблее поняли, наступил 21 век. А концепция здоровья к 2000 году как не была, так ее и нет. Поэтому ВОЗ ассамблея и последняя приняла мудрое решение. Отложить решение этой концептуальной стратегической задачи до следующего века. Итак, дальше я делаю заключение. Медицина в 20 века добилась глобальных достижений в охране здоровья населения, коренных изменений основных его показателей в развитых странах, где сложился не эпидемический тип патологии. Однако в развивающих странах остается эпидемический тип с высокими показателями общей детской смертности, распространением инфекционных и паразитарных заболеваний. Я даже попытался ну тоже самое определяемое на основе улучшение показателей здоровья и смертности, так называемый потенциал здоровья в развитых странах увеличился. Я решил взять общий единый показатель на второй половине 20 века в два раза в странах развивающихся, а их, как было отмечено, из 200. 120 всего в полтора раза. Не знаю, есть ли у меня тут рисунок, но я это нарисовал, я подхожу к концу, не волнуйтесь. Вот общий профиль изменения состояния здоровья я обрисовал таким образом. Верхний край, улучшение состояния здоровья в странах, в странах развитых экономических и нижних край, в развивающих странах. Действительно, по всем показателям считает смертности, кончает заболеваемость. Картины следующие, я не буду более детально говорить. Так, выводы, которые могут быть сделаны из этой крайне непосредственно, извините меня, но все-таки первые попытки обобщили достижение медицины 20 века по условным пунктам ее развития. Я зачитываю, эволюция медицины в 21 веке направлена на, это прогноз, усиление профилактики, создание медицины с аналогией охраны здоровья и здоровья, развитие психологической или психосоматической медицины, усиление интегративной тенденции медицины, медицинских знаний, интенсивное развитие медицинских технологий, создание эффективных моделей управления общественным здоровьем, интенсивное вырастание потенциала здоровья не только в развитых, но и в развивающих странах, реализацию стратегии здоровья для всех в 21 веке. И, наконец, самое моим уже, если я не заботился, ну, перевод я делать не буду. Самое последнее. Создание научных основ стратегии охраны и укрепления здоровья и ее компонентов стратегии здравоохранения, системы здравоохранения, для решения которых требуется еще и формирование политической воли, осознание значения и роли охраны здоровья здравоохранения как сферы государственной, общественной безопасности и создание условий для реализации стратегии, переориентации социально-экономической политики на социальные политики и, прежде всего, здравоохранения как одного из ведущих направлений для обеспечения здоровья и благосостояния. И теперь самое последнее. Перевод, который я сделал на английском, я оставляю. На основе сложной информации я позволю себе предложить новую классификацию развития медицины. Медицины и врачевания до цивилизованного периода первобытных народов древнего мира. Медицины до научного периода ранней цивилизации. Медицины периода возникновения научного знания в период цивилизации медицины. Развитие научно-медицины в период новой истории. Торжество научных знаний медицины новейшего периода. Субтитры создавал DimaTorzok